Представим, что у меня есть работа, но я ощущаю желание начать собственное дело. Как мне понять, что я тот человек, которому подойдет образ жизни предпринимателя? Я считаю, это лучший из заданных вопросов. И самый трудный. Представим, у человека семья, работа, причем хорошая работа. Он зарабатывает икс долларов в неделю, ему не приходится особо ни о чем беспокоиться. Да, это не предел мечтаний, но он живет у океана. Но тем не менее, есть работа и есть постоянный доход. Самое сложное, как мне кажется, в бизнесе, это уйти с такой работой и стать предпринимателем. Потому что ты рискуешь своим состоянием, благополучием семьи, своим здоровьем, здоровьем семьи. Ты рискуешь очень многим. И необходимо нутром ощущать, сможешь или нет ты быть предпринимателем. Сможешь ли ты справиться с давлением, со всеми проблемами, которые будут возникать на твоем пути? А их будет очень много. И самое сложное в бизнесе, на мой взгляд, это знать, когда стоит поставить на чем-то точку. А когда следует начать что-то новое. Потому что это очень рискованные шаги. Когда меня спрашивают об успехе, и я стал задумываться об этом лишь недавно. Потому что мне знакомо это понятие. Вы должны уметь справляться с давлением. Потому что неважно, насколько вы успешны. У меня есть множество друзей и врагов. Врагов тоже много, это факт. И они умны. И вот какой я сделал вывод, наблюдая за ними. Человек, умеющий справляться с давлением, может стать предпринимателем. Стать успешным. У меня есть очень-очень умные друзья. Но они не в силах справляться с давлением. Поэтому им приходится работать на кого-то еще. Отлично, делать свое дело и жить в свое удовольствие. В этом нет ничего плохого. Но на мой взгляд, умение справляться с давлением, это что-то на уровне инстинктов. И когда меня спрашивают о том, как я справляюсь с давлением, я всегда отвечаю, да что вы вообще знаете о давлении? На меня все эти годы постоянно давят. Да, меня часто критикуют за прическу, но это не самое худшее, так как волосы, по крайней мере, мои собственные. Вы же знаете, что это мои волосы. Но к ним постоянно цепляются. Недавно я читал статью, отличная статья, хорошо написана. Но там была строчка. Но парик у него ужасный. В итоге я не мог показать никому эту статью, хотя это даже неправда. Вы должны уметь справляться с давлением. А если вы не можете с ним справиться, вам нужно признаться себе в этом. Нужно просто признать это. Итак, справляйтесь с давлением. Не получается? Не страшно. Еще одна мысль, связанная с давлением, которой я всегда делюсь, потому что меня постоянно об этом спрашивают, как вы боретесь со стрессом? Однажды кто-то даже сказал, Дональд, вы так красивы. Только представьте, обожаю этого человека. Вы так красивы, как вам удается сохранить эту красоту, несмотря на постоянное давление. И тогда я подумал про себя. Ничто не имеет значения. Кроме Бога, семьи, ничего не имеет значения. Бывают такие люди, я должен стать успешным. Я должен. Но они никогда не станут успешными. Это безумие. Они не могут мыслить четко. Я правильно говорю? Вот вы, кто недавно твердил, как заведенный про успех, как считаете? Нужно? Да, да, вижу. Теперь он тише воды. Это здорово, мне нравится. Мы его успокоили. Нужно уметь сказать самому себе, мало что имеет значение, ну, кроме действительно важных вещей. Семьи, веры и так далее.